МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вехи истории. В январе исполняется 100 лет с момента образования БССР. Памятные мероприятия прошли в областном центре. Добрые дела детям. В Ленинском районе получили прописку два новых дома семейного типа. На страже безопасности Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь отмечает 20-летие. Прямо сейчас об этом и не только. Сто лет назад, в январе 1919 года, в городе Смоленске была провозглашена БССР. И это стало фундаментом для современной белорусской государственности. В 1991 году образовалась Суверенная Республика Беларусь. Так или иначе, БССР – важный период национальной истории. А потому столетия провозглашения брещанин празднует масштабно. Тематическими мероприятиями, концертами, церемониями награждений, выставками и встречами город над Богом в буквальном смысле охвачен. Эпицентром праздничных событий накануне стал Брестский академический театр драмы. В основном здесь собрались те, чья жизнь неразрывно связана с праздничной датой – вековой юбилей Белорусской Советской Социалистической Республики. Повод – значимые гости приехали со всей Брестской области. Для кого-то история БССР – это ряд непростых, но хороших эпизодов, чья-то биография наполнена яркими и воодушевляющими примерами. Я практически видел, как в послевоенное время, в 60-е, 70-е, 80-е годы, происходило становление нашей республики, как материально-техническая база всех отраслей народного хозяйства, промышленности, здравоохранения, в социальной сфере буквально всей. И то, что создано было во время вот тех годов БССР, мы сейчас используем в нашей республике Беларусь. И если бы не было БССР, наверное, бы и не было нашей республики Беларусь. Республика Беларусь для нас стала величайшим авторитетом в Советском Союзе. Мы белорусы, мы любим свою страну, и мы видим у нее то прекрасное, что заложили на старшее поколение. Зал был полон лидерами Брещины, людьми, которые всегда олицетворяли белорусский характер и менталитет, заслуженные работники сельского хозяйства, военные, директора, начальники, экс-руководители. Они прошли через многие испытания, которые выпадали на долю белорусского народа. Они внесли свой весомый вклад в социально-экономическое развитие Брещины. Благодаря их работе наша страна занимала лидирующие позиции среди союзных республик. Создание нашей республики, оно должно быть образцом и ныне действующим государством, которые начинают обретать свою независимость. Наша республика живет в мире, где много национальностей, и они себя чувствуют свободно. Огромный вклад история сыграла в развитии нашей Беларуси современной. Мы видим, как расширяется и строится наш Брест, готовится к тысячелетию. И мы, как совет ветеранов, работаем с молодежью. У нас ведутся уроки мужества, то есть гражданско-патриотическое воспитание ведется на высоком уровне. А в культурном сердце Бреста в филармонии состоялся праздничный концерт, посвященный столетию образования Белорусской Советской Социалистической Республики. Предваряли праздничный концерт две экспозиции. Из фондов Брестского областного краеведческого музея о профессиональном мастерстве и патриотизме брещен, удостоенных звания Героя социалистического труда, а также из фондов библиотеки имени Пушкина. Начался торжественный вечер докладом председателя Брестского городского совета депутатов Николая Красовского. «Связь истории с нынешним временем должна быть ощутимой, она должна быть реальной, поэтому сегодняшнее мероприятие – это мероприятие для ветеранов, которые лучшие годы своей жизни прожили в составе БСССР, и это мероприятие для молодежи, которые живут в Республике Беларусь». Кульминацией праздничного вечера стала торжественная церемония награждения. Почетной грамотой Брестского городского совета депутатов были отмечены представители ветеранских организаций города, те, кто внес свой вклад в социально-экономическое развитие Бреста, и, конечно, те, чья биография – отражение летописи БСССР – ветераны Великой Отечественной войны. «Огромный вклад в нашу жизнь, в наше настоящее, в наше будущее внесли ветераны Великой Отечественной войны. И сегодня в этом зале будут присутствовать представители 240 ветеранов Великой Отечественной войны, живущих в Бресте – Кругликов Константин Максимович и Сахарчук Николай Яковлевич». Завершилось торжество праздничным концертом. Посвященное важной в белорусском календаре дате событий собрало порядка сотни брещан. Идти вперед, не забывая о прошлом – пожалуй, это лозунг белорусов и современной Беларуси. Суверенный, независимый, процветающий, которую любят и уважают. Ведь сегодня у каждого из нас есть возможность жить и работать под мирным небом. «Еще одна очень важная дата в этом году. В 1939 году у нас образовалась Брестская область, поэтому мы празднуем 80-летие образования Брестской области. И эти все даты – и тысячелетие города Бреста, и 80 лет Брестской области, и, естественно, 100-летие БССР – это неразрывно связанные между собою даты, даты – это жизнь тех поколений людей, которые вершили эту новейшую историю и делали жизнь такой, какой она есть сейчас». К истории, воспоминаниям и урокам прошлого нужно возвращаться для того, чтобы не потерять будущее. Накануне в Бресте на две счастливые семьи стало больше. В Ленинском районе города торжественно были открыты два новых дома семейного типа. В комфортабельные коттеджи вселились ребята и их новые родители. Теперь вместе они будут строить быт, вместе развиваться, учиться друг у друга любви, заботе, вниманию к другим. Для Ленинского района это первый опыт работы в таком формате. Однако, опираясь на наработки коллег – москвичей, у которых есть знаменитый квартал Новоснецова, строить свою деятельность здесь будет намного проще. В числе первых гостей новых домов была и наша съемочная группа. Анастасия Ноздрин-Плотницкая расскажет подробнее. Торжественное открытие двух домов семейного типа в Ленинском районе получилось по-настоящему теплым семейным праздником, на котором присутствовали и виновники торжества, и гости, которые сделали все возможное, чтобы это мероприятие состоялось как можно раньше. Специалисты строительного отрезка номер 8 возвели коттеджи за три месяца. Рекордный срок. Однако это было необходимо. Счастливыми жильцами красивых коттеджей стали две приемные семьи. У них даже фамилии почти одинаковые. Миссиюк и Миссийчук. Нужно сказать, что в городе Бресте в настоящее время детей, которые находятся без родителей, более 630 человек. И делается все возможное, чтобы эти дети по возможности воспитывались все-таки в семье. Слова на пуст ве семьям, пожелания крепкого здоровья и семейного благополучия звучали в этот день от всех участников большого и такого долгожданного мероприятия. Конечно, для человека всегда важно иметь свой дом. Я думаю, что со временем хозяева посадят здесь деревья, вырастят детей. И эти полноценные семьи будут с удовольствием вспоминать родителей своих. Я даже не хочу называть их по штатному расписанию приемные родители. Это просто родители. Я хотел бы в первую очередь поблагодарить вас, что вы взяли такую ответственную и сложную ножку. Воспитывать детей всегда непросто. Всего в Брестской области функционирует порядка полусотни домов семейного типа, в которых воспитывается более 300 ребят. Это событие должно качественно повлиять на судьбу каждого из них. В один момент они обрели и любящих их родителей, и просторный дом, в котором найдется место каждому. Как ты думаешь, как поменяется сейчас твоя жизнь вообще? Хорошо. Теперь мне нравится тут. Может, есть какие-то увлечения, которыми ты бы хотела заняться? Что бы ты хотела попробовать? Может быть, путешествовать куда-нибудь хотела бы? Мы на каникулах поедем на дачу. Ты ждешь уже? Да. Сегодня уже уверенно и радостно Юстина проводит для нас экскурсию по Большому дому. Теперь она и ее новые братики и сестрички смогут попробовать, насколько трепетно и приятно жить в семье, знать, что тебя любят и ждут. Мы как-то сразу слились в единую семью. Я не знаю, может быть, вот эта любовь, очень много любви хотелось дать. И дети, наверное, чувствовали и дети со своей любовью. Мы как единое целое. У нас есть детки, которые 10-го только приехали. Они все как родные. Сразу же как-то вот мама, мамочка. Как-то подружились. А можно мы вас будем называть мамой? Так приятно. Конечно же, как радушные хозяева, жильцы двух новых домов пригласили гостей на чаепитие за большой стол. Теперь это будет их первой семейной традицией. Что же касается работы по созданию новых домов семейного типа, то она продолжится. Возможно, со временем здесь образуется свой квартал на Высоковской. А в Московском районе прошла благотворительная акция «От сердца к сердцу с добротой». Традиционно мероприятие принимала средняя школа номер 15. В рамках доброй миссии малообеспеченные жители Московского района, а также многодетные семьи, семьи, где воспитываются дети-инвалиды и одаренные ребята, получают денежную помощь. Что может быть выше и чище, чем искренняя и бескорыстная помощь от людей, которые ничего не ждут взамен? Именно такую поддержку вот уже не один год оказывают малообеспеченным гражданам, семьям, где воспитываются дети-инвалиды, талантливые и одаренные молодежи, представители предприятий организации Московского района. Традиционно в рамках большой акции «От сердца к сердцу с добротой» на базе средней школы номер 15 проходит настоящий праздник, где каждый участник может получить не только свою порцию радости и счастья, но и подарок. Мы ежегодно проводим акцию «От сердца к сердцу с добротой», и, как правило, это идет после рождественских праздников, после Нового года, особенно после, когда наполнены все вот такими благими желаниями, благими чувствами. Мы сегодня очень рады к тому, что в этом году наши попечители, а также остальные предприниматели и другие формы собственности уделили большое внимание этому мероприятию. Мы стараемся привлечь сюда побольше предприятий наших районов, которые с удовольствием отзываются и принимают участие в таких мероприятиях, и оказывают посильную помощь именно детям особенной категории, которые требуются в заботе больше, чем обычные детки. Помощь никогда не бывает лишней, всегда найдется тот, кто нуждается в ней. Да не понаслышке знают семьи, в которых живет инвалид, которому каждый день нужны положительные эмоции, хорошее расположение духа и особенная доброта, исходящая из сердца. И как непросто бывает близким, которые, кроме того, чтобы беспокоиться о том, где и как зарабатывать средства для жизни, возвращаясь домой, должны дарить всего себя больному ребенку. Каждая ситуация сложна по-своему, и иногда даже сам знак внимания может подарить человеку веру и надежду на лучшее. Можно много строить, можно много делать, можно впечатляться какими-то большими делами своими. Но надо обязательно быть с людьми, помогать их, обязательно видеть их судьбу, обязательно участвовать в их судьбе. И, наверное, все организации, которые состоят сегодня в нашем совете, они активны, может быть, подействовало вот этот духовный, как говорится, наш такой подъем руководителей в связи с тысячелетиями города Бреста. Везде делать хорошо, везде делать красиво. И поэтому все достойно отнестись своим обязанностям, обязательствам. И я думаю, что в целом мы делаем правильное дело, достойно делаем хорошие дела. Для меня это очень важное мероприятие, очень такое значимое. Творить добро всегда приятно, ведь добра много не бывает. Я хочу поздравить всех с наступившим новым годом, с Рождеством, с наступающими рождественскими праздниками. Мы в этом году вступили в очень важный год. Очень многие организации отмечают 100-летний юбилей. Наш город вступил в тысячелетний юбилей. Будет очень много мероприятий. Традиционная акция «От сердца к сердцу с добротой» в этом году в Большом благотворительном реестре объединила порядка двух десятков предприятий. Независимо от размера и формы собственности, каждая из них является полноценным участником экономической системы страны, может зарабатывать и умеет не только содержать себя, но и помогать другим. Руководители пообещали, добрая миссия будет продолжена, а ее летопись пополнит новой историей. Жить в обществе, быть свободным от общества, как сказал классик, наверное, нельзя. И это принцип сотрудника Белгазпромбанка, Белгазпромбанка. Творить добрые дела никогда не поздно. И доброты не бывает много. Поэтому мы всегда участвуем во всех мероприятиях, связанных с благотворительностью в городе Бресте и области. На сегодняшний день благотворительному союзу есть чем гордиться. Его взаимодействие продолжается уже не один год. И во главу угла не ставится вопрос о количестве выделенных средств. В благотворительном деле важную роль играет участие. Ведь из капель, как известно, можно и море собрать. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Букунович, Дмитрий Лазарчук, Телекомпания, БУК-ТВ. Министерство по чрезвычайным ситуациям сегодня отмечает свой праздник – 20-летие с момента образования. Дата появилась в календаре с того момента, когда глава государства утвердил специальное положение об образовании службы. За два десятилетия ведомство смогло закрепить свои позиции и заслужить авторитет и уважение у людей. А потому слово «спасатель» сегодня в Беларуси звучит гордо и почетно. В своих репортажах мы не раз рассказывали о непростых буднях этих героев. А сегодня хотим присоединиться к большому количеству поздравлений и пожелать службе процветания, а ее представителям – как можно меньше ситуаций, где рисковать приходится жизнью. Итак, МЧС Беларуси – 20 лет. Анастасия Ноздрин-Плотницкая полистала альбом истории вместе с теми, кто ее пишет. Клянусь свято соблюдать Конституцию и законодательство Республики Беларусь, выполнять уставы, приказы начальника высоко, внести честь и достоинство работников органов подразделений по чрезвычайным ситуациям. Свою историю службы в системе МЧС каждый спасатель начинает с торжественного ритуала принятия присяги. Произнося самое главное для каждого человека в погонах слова, эти юноши дают самое важное обещание – прийти на помощь людям в любых чрезвычайных ситуациях. И пусть пока они не осознают, насколько непростая их будущая деятельность, горящие глаза говорят главное – мы готовы. Торжественный ритуал принятия присяги прошел накануне в Брестском городском отделе по чрезвычайным ситуациям. Пришел, потому что нравится помогать людям, нравятся большие машины. Очень ответственная работа, требует большой ответственности, в то же время осторожности. Данному однажды обещанию честно и преданно служить безопасности людей спасатели Брещина остаются верными на долгие годы. Как показывает практика, случайные люди на эту службу не попадают. Предварительно они проходят серьезный отбор, в рамках которого определяются волевые качества, а также внутренняя стойкость. Такой подход позволил сформировать на базе Брестского областного управления МЧС коллектив специалистов-профессионалов своего дела. Кадровый потенциал, конечно, тоже здесь делается много. Мы отслеживаем вот именно потенциальных, смелых, спортивных парней со школьной скамьи, с ними постоянно занимаемся, ну и, конечно, ждем их в наших рядах. Спасатели – герои мирного времени. Их подвиги происходят в самых различных ситуациях. Во время пожаров, наводнений, придорожно-транспортных происшествиях, несчастных случаях на производствах. Труд сотрудников службы дня и ночи благородный, чрезвычайно ответственный и опасный, который под силу только мужественным и сильным людям. Подразделениями ПЧС области только за прошлый год совершено более 18 тысяч выездов на ликвидацию аварийных ситуаций происшествий. Порядка ста человек спасены, и более тысячи экстренно и безопасно эвакуированы. Это подтверждает то, что служба сегодня имеет все ресурсы для оказания помощи. Сделано, несомненно, много. Сделано как действующими работниками, так и нашими ветеранами. Конечно, большой объем сделан нашим ветеранам, за что им огромные слова благодарности хотелось бы высказать. Если так, вкратце, более детально остановиться на основных достижениях, ну, во-первых, это развитие материально-технической базы. Это появление новых служб в структуре наших подразделений, таких как службы спасения на водах, поисковые службы, авиационные подразделения, службы химической и радиационной разведки. И много-много других, которые непосредственно проходят профессиональную подготовку, ну и, соответственно, готовы к выполнению поставленных задач. Развитие службы МЧС продолжится и в следующем десятилетии, которое пройдет под грифом обновления. Уже сегодня активно идет возведение нового пожарного депо в Бресте. А также специалисты областного управления включились в реализацию нового международного проекта. В настоящее время реализуется довольно грандиозный проект с большим объемом финансирования по Каменецкому району, по Центру безопасности в городе Бресте. И эту работу мы будем дальше продолжать с нашими партнерами из Республики Польша, Украина и других стран. И продолжение у этой истории будет, ведь уже сегодня спасатели ведут подготовку своей будущей смены в городе открытой класса профессиональной направленности, где мальчики и девочки ближе знакомятся с изами этой важной и ответственной службы, имя которой МЧС. У Бреста с его богатой тысячелетней историей есть немало мест, дорогих и любимых сердцу каждого горожанина. А еще на карте города над Бугом есть действительно уникальные объекты, которые стали своего рода визитной карточкой областного центра и занимают в историческом и культурном ожерелье Бреста важное место. В октябре 2018 года Брестский горисполком объявил конкурс «Семь чудес города Бреста». Цель – выбрать самые популярные достопримечательности, повысить интерес к городской культуре и сделать Брест еще более привлекательным для гостей. В начале января рабочая группа подвела промежуточные итоги. Каким историческим объектом и современным новоделом брещане готовы присвоить статус «Чуда» – расскажет Ирина Альшова. На конкурс «Семь чудес Бреста», инициированный Брестским горисполкомом, за два месяца поступило 150 предложений. От рано, что нашлись активные неравнодушные горожане, для которых важен статус Бреста в глазах гостей и его место в информационном пространстве. Это разные люди. Это и студенты, это зрелые люди, это пожилые люди. И не только из Белоруссии, из Российской Федерации к нам приходили предложения. То есть активность очень высокая, но оно и объяснимо. Город Брест для каждого из нас – это что-то особенное. И, конечно, есть места, знаковые места для каждого из нас. И вот люди попытались в своих письмах, в своих предложениях вот эти места обозначить. Из 150 поступивших предложений рабочая группа отобрала 8 самых популярных, по мнению горожан, объектов. Все они – отражение представлений брещан о любимых и ярких местах города, благодаря которым его знают и любят не только местные жители, но и зарубежные гости. По мнению участников опроса, это археологический музей Берестия, мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», зимний сад Пушкинского университета, аллея фонарей на улице Гоголя, Брестский железнодорожный вокзал, Брестская библия, памятник тысячелетия Бреста, а также традиция зажжения фонарей на Советской. Сегодня перед рабочей группой стоит дилемма, а кому из восьми объектов предстоит покинуть список номинантов. Поэтому решено снова выслушать народное мнение. Предложение можно отправлять до 9 февраля по адресу электронной почты исполком Брест-собачка-брест.бай с пометкой «7 чудес города Бреста». Сейчас наш опрос приобрел второе дыхание, вторая волна. И очень примечательно, что опять же многие брещане включились и обсуждают, что же должно остаться в списке «7 чудес города», а что должно не быть в этом списке. Сейчас мы получаем много обращений. Вполне может случиться так, что 8 чудес города Бреста. Почему нет? К сожалению, в финальный список чудес так и не попали достопримечательности, связанные с религией. Несмотря на многоконфессиональность жителей Бреста, Свято-Семеновский собор был и остается единственной постоянно действующей церковью города, которая в этом году отметит 155-летний юбилей. Также принято решение не включать в реестр претендентов объекты нематериального наследия, фестивали, конкурсы, людей и события. Окончательный список чудес Бреста будет сформирован к концу февраля. Изображение и информация о них станет основой для сувенирной продукции и справочных буклетов. К другим темам. В преддверии весны в далеком Санкт-Петербурге соберутся парикмахеры, косметологи, визажисты и другие представители индустрии красоты. Они будут обмениваться опытом, повышать квалификацию и, конечно, конкурировать. Соревновательная площадка Невских берегов является обязательным событием в календаре брещанок, связанных со сферой моды, стиля и красоты. Виктория Нечаева побывала в Брестском государственном колледже сферы обслуживания, познакомилась с теми, кто увлечен парикмахерским искусством и вскоре собирается покорить не только Невские берега. С феном, лаком и расческой эти девушки практически не расстаются. Кто-то сейчас практикует над роскошным изгибом, кто-то завивает игривые кудри или романтические локоны. Очаровательные учащиеся Брестского государственного колледжа сферы обслуживания, кажется, знают все о прическах и стрижках, любой длины, сложности, укладках и окрашивании. Креативное видение, развитая фантазия и, конечно, моторика пальцев – обязательный критерий участия в конкурсах республиканского и международного уровня. Каждый год, иногда два раза в год именно на международных конкурсах и всегда участвуем в конкурсах, которые проходят в Республике Беларусь. У нас достаточно сильное парикмахерское искусство. Много конкурсов проходит именно внутри нашей страны. Они тоже открыты, международные. То есть, можно приезжают к нам участники, опять же, с других стран. Стрижка, укладка, прическа, завивка. Ксении и шафранской нужно всего несколько взмахов рук и расчески, чтобы даже непослушные волосы стали красивыми и ухоженными. В прошлом году девушка одержала победу на известном престижном конкурсе WorldSkills Беларусь. А сегодня мастерица готовится к тому, чтобы представить Беларусь на мировой арене. Чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills соберет участниц более чем из 60 стран. Очень много номинаций. Хочется все подготовить, все узнать. Конечно, боюсь, волнение есть, что, может быть, будут какие-то там сложности. Ну, конечно же, они будут, куда без них. Будет три работы с живым человеком, то есть на живых волосах. Это будут прически, стрижки, окрашивания, мужские работы. Может быть, хайр-тату, химзавивка. А вот все волнения Надежды Каштылян уже позади. Девушке удалось покорить международную арену и перевезти в Брест две медали из яркого и богатого Абу-Даби. Очень волнительно на самом деле было. Но своим выступлением никогда не была довольна на самом деле. И там тоже не очень хорошо. Могла лучше. Наверное, волнение сыграло большую роль. Я из этой профессии не уйду. Мне очень нравится этим заниматься. Оказывается, это очень интересно. Есть много конкурсов, много возможностей как-то себя проявить, показать. Творческая команда парикмахеров Брестского государственного колледжа сферы обслуживания может похвастаться целым изобилием блестящих кубков, престижных дипломов и наград. Но для наших мастериц это сияние скорее второстепенное, чем основное. Говорят, главное, чтобы укладка удалась и клиент остался доволен. Это были итоги недели на БУК-ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40 на 22.50. Утром в 7.15 и на нашем канале в YouTube. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте 54-63-67. Мы вас услышим. А прямо сейчас о погоде на ближайшие дни, но независимо от метеопрогноза, в любое время года и в любую погоду умейте радоваться жизни. Ищите в каждом мгновении положительные моменты и чаще улыбайтесь тогда. Все у вас получится. Творческий коллектив телеканала БУК-ТВ поздравляет верующих с праздником Крещения. Желаем вам мира в душе, семейного тепла, уюта и добра. Я Виталий Матюшин, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 20-21 января погоду в городе Бресте в основном будут определять неустойчивые воздушные массы, поступающие с Балтики. 20 января ночью местами днем во многих районах пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедится. Ветер юго-западный умеренный, утром и днем сильный, порывистый. Температура воздуха в ночные часы от 4 до 6 градусов мороза. Днем столбики термометров поднимутся до отметки минус 1. 21 января ночью местами ожидается кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедится. Ветер западный умеренный. Ночные температуры от 3 до 5 градусов мороза. Днем ожидается около нуля. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!